Жители Ненинского округа, как и вся страна, приняли участие в едином дне голосования. На территории региона в 8 утра открылся 51 избирательный участок, 11 из которых в городе и 40 в Заполярном районе. Выбирали практически всех – губернатора, собрания депутатов, горсовет и совет Заполярного района. Всего в округе зарегистрировано около 33 тысяч избирателей. Наши съемочные группы сегодня работали целый день и в Наринмаре, и в селах. Алина Воучейская о том, как голосовал Ненинский округ. Вот и настал день, которого все ждали. Главное политическое событие для жизни нашего региона. Так называемый часык совсем скоро, через каких-нибудь 12 часов, станет известно, кому же население доверит судьбу Ненинского округа. Выбираем в этом году много. Депутатов в окружное, ЗАГС собрания и в Заполярный район, глав муниципалитетов и, конечно же, губернатора. Ну и вот сейчас, на часах 7.59, буквально через несколько секунд, по всей стране откроются миллионы избирательных участков. Один из самых больших избирательных участков Ненинского округа находится здесь, в культурно-геловом центре Арктика. Проголосовать за губернатора здесь могут те жители, которые в день голосования не смогут проголосовать по месту прописки. Наша съемочная группа одними из первых отправится на избирательные участки, чтобы проверить готовность избирательных комиссий и проверить то, как проходит процесс голосования. Долго ждать не пришлось. На часах 8.04, а Надежда Самойлова уже пришла выразить свою гражданскую позицию. За то, что женщина первой проголосовала, ей достался приятный подарок – обложка для паспорта. Ну, надо обязательно голосовать, надо, чтобы лучше жили, чтобы все было хорошо. И избиратели, которые выбрали, чтобы они свою работу выполняли. В 46-м избирательном участке пока не очень людно. Время 8.20 проголосовало около 10 человек. Нарушений нет, отмечают наблюдатели. Чтобы соблюдался порядок на избирательном участке. Чтобы все шло, как положено. Пока нет нарушений. Этот избирательный участок уникален тем, что проголосовать на нем смогли жители сел и деревень, у которых нет возможности сделать это по месту регистрации. Правда, свой голос они смогли отдать только за губернатора. Для этого нужно прийти на избирательный участок, который находится у нас в здании КДЦ, написать заявление и проголосовать, чтобы мы его включили в списки избирателей. После первого получаса работы избирательных комиссий поток голосующих увеличился чуть ли не вдвое. Такого ажиотажа на выборах не было давно, отмечают члены УИКов. На часах 8.40 на избирательном участке в первой школе выстроилась целая очередь из голосующих. Каждая осознает, выборы это ответственно. Почему ходите на выборы? Почему хожу? Ну, считаю, что обязана проголосовать, сделать свой выбор. Надо на выборы ходить. Я всегда хожу, в общем-то. Поэтому свой голос надо отдать. Потому что наше правительство будет так, что надо. На часах 9.00 появляется и один из кандидатов в окружное ЗАГСобрание. Это действительно важнейший день для округа. Поскольку то, как мы проголосуем, будет во многом зависеть наша жизнь в дальнейшем. А поскольку мы оптимисты, то мы считаем, что округ все равно будет развиваться динамично. Я думаю, что у округа большое будущее. Тем временем в поселке Искатели также шло голосование. Здесь выбирали депутатов в окружное ЗАГСобрание, Совет депутатов Заполярного района и, как везде, губернатора. Явка невысокая. На часах 10 утра проголосовало всего 2,5% от общего числа избирателей. Как правило, это люди высокого возраста, у которых впереди много дел. Я думаю, что на Римар у нас вообще как бы политически грамотные люди, активные. И постоянно по своей, как говорится, территории, о своем городе заботятся. И я думаю, что все подумают, делают правильный выбор. И они делают это для себя. Я думаю, что приходят они сознательно, но часто голосуют. Работа с избирателями в этом году особенно тщательная. Надо им помочь разобраться в количестве и предназначении бюллетеней. Прописанные в городе получают по 4 бланка, а жители-искателей по 5. Если возникают трудности с заполнением, на помощь всегда приходят члены УИК. Голосующим впервые, как всегда, небольшой подарок. Обложка для паспорта и главный закон страны – Конституция. За внимание и желание участвовать в судьбе региона. Пока избиратели голосуют, члены участковой комиссии уже думают о подсчете голосов. На участке номер 39, что в Искателях, в этом плане все просто. Там установлены КАИБы. Комплексы автоматической обработки избирательных бюллетеней позволяют максимально быстро узнать итоги голосования. Как только голосующий опускает бюллетень, автомат сам считывает информацию и в конце дня выдает протокол. У нас КАИБ все автоматически посчитает. Мы единственное занесем данные, которые у него нет. То есть это количество избирателей, проголосовавших, количество избирателей в списке, которые у нас, количество выданных избирательных бюллетеней, погашенных. То есть вот такие. А то, что по позициям, он посчитает все сам. Уже к 10 часам вечера на участках с КАИБами будут известны итоги голосования, тогда как на остальных намного позже. Голосование проходит также во всех муниципальных образованиях округа. Кроме губернатора и окружных парламентариев, на селе выбирают депутатов Совета Заполярного района. Кроме того, в Амдарме, Коткино и на Колгуеве глав сельсоветов. А в Бугрино депутатов поселкового совета. Наша съемочная группа побывала и в поселке Красное. УИК номер 28 разместилась в местном доме культуры. Здесь обслуживают жители сразу трех населенных пунктов. Сюда же могут приехать избиратели из Куи и Осколково. Сегодня на участке ожидали около полутысячи посетителей. Ну, объясняем, как правильно заполнить бюллетень. То есть на гомандатном можно поставить одну или две галочки, а в остальных по одной. Там пусть сами читают, они все грамотные, пусть разбираются. Жителям Приморско-Куйского сельсовета нужно было заполнить всего пять бюллетеней. По два за депутатов окружного собрания и Совета Заполярного района, один за губернатора Ненинского округа. За соблюдением правил на участке следят два члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса. То есть наблюдатели, которые могут принимать участие в ходе подсчета голосов. Приходят люди, голосуют, то есть интересно посмотреть, какая вообще явка, какая активность голосования. И вообще интересен сам процесс голосования. Досрочно в Приморско-Куйском сельсовете проголосовало 107 человек. Как говорят члены избирательной комиссии, активнее всех на выборы идут люди старше сорока. Но есть и молодежь, голосующая впервые. На вопрос, почему пришли на выборы, жители Красного отвечают просто. Говорят, долг выполняют. Я всегда хожу на выборы, это дело чести. Не потому что я учитель истории, а потому что каждый из нас должен свою волю изъявить. Даже тайно. Не безразлично, кто будет в власти, как мы будем жить дальше. На выборы пришли и кандидаты. Проголосовали все региональные лидеры парламентских партий и претенденты на место губернатора Ненинского округа. Мы пообщались с каждым из них. Одним из первых на избирательный участок пришел Игорь Гоц, кандидат в депутаты кружного собрания. Свой голос он отдал еще в начале 9 утра на участке номер 40. Признается, на выборы всегда приходит рано утром. Что самое главное на выборах, знает точно. Самое главное, безусловно, для человека, когда он идет на избирательный участок, это голова. Голосовать сердцем – это лозунг 90-х. А сейчас надо головой. На 51-м участке в спорткомплексе СМУ проголосовал кандидат депутата от другой парламентской партии. Евгений Алексеев. И выборы не должны быть формальными. Поэтому, на самом деле, должны побеждать лучше. И лучше не с точки зрения, как себя человек оценивает, а как его оценивают люди. Отдали свои голоса и кандидаты на пост губернатора Ненинского автономного округа. На свой участок в поселке Искателе в 10.30 утра пришел Тимофей Слоянов. Говорит, ходить на выборы – семейная традиция. Ну, как бы и родители у меня ходят. То есть, я мало знаю того, кто не ходит. Потому что, в принципе, у нас такое поколение, которое все-таки к этому подходит ответственно. Еще один кандидат Андрей Смученков поддерживает идею проводить выборы в единый день голосования. Это правильное решение. Все выборы в один день. Экономия бюджетных средств. Николай Остродумов уверен, выборы 2014 – это одно из главных политических событий для жителей Ненинского округа. От их исхода зависит будущее региона. От этого зависит дальнейшее. Жизнь, судьба, как сложится в дальнейшем. Жизнь в округе. Поэтому я считаю, что каждый должен прийти и проголосовать, как он считает нужным. Временно исполняющий обязанности главы региона Игорь Кошин пришел отдать свой голос на избирательный участок номер 45, что в третьей школе. Сначала он пообщался с членами избирательной комиссии, узнал, нет ли нарушений, какая на участке явка и сколько человек уже проголосовало. После зарегистрировался в списке избирателей и сделал свой выбор. Это очень серьезные и действительно массовые выборы. Их давно уже не было. И я надеюсь, что все наши члены команды обязательно добьются победы, чтобы нам все вместе в дальнейшем необходимо реализовывать то, о чем мы уже говорили, то, что уже наработано. На всех избирательных участках округа следили за правопорядком сотрудники полиции. Членов избирательных комиссий обеспечивали транспортом. При доставке бюллетеней на избирательные участки соблюдали меры безопасности. Кроме того, за порядком на участках следили наблюдатели. Они имеют право находиться в помещении для голосования, знакомиться со списками избирателей, реестром заявлений о голосовании вне помещения для голосования, наблюдать за выдачей избирательных бюллетеней избирателя. На УИКах они будут находиться до окончания подсчета голосов. Мы встретились с некоторыми из них, нарушений по их словам зафиксировано не было. Избирательный процесс проходит стабильно, без всяких нарушений, спокойно. Явка, скажем так, хотелось бы лучше, потому как чувствуется, что, наверное, первая половина дня повлияла погода. Вот, ну а сейчас уже дождь, то есть тоже, наверное, значит, вот, в общем, все достойно, достаточно достойно, организация хорошая, нарушений нет. Я посетил уже четыре избирательных участка и, в принципе, я не выявил никаких нарушений, все проходит вполне штатно и нормально, все довольны, я тоже. Нарушений нет, все проходит в штатном режиме, избиратели голосуют, комиссия работает, все хорошо. Работа, работай, но выполни свой гражданский долг – дело каждого, поэтому мы сейчас тоже проголосуем. Здравствуйте. Здравствуйте. А, по монтажников 12. Получается пять бюллетеней, да? Пять бюллетеней получаю, монтажников 12, квартира 6. Угу. 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 Здесь не больше двух. Не больше двух. Не больше двух. Ага. Спасибо. Спасибо. Выбор сделан, и теперь осталось только опустить бюллетени в урну. Кстати, здесь тоже стоят автоматизированные системы КАИБ, которые изначительно упрощают подсчет голосов. Ну, а теперь осталось только ждать результатов Алины Ваучейской, Николай Таракин, Владислав Носкин, Вадим Стасюк и Александр Дуркин. Телеканал «Север», программа «Итоги недели».